Всем привет! С вами Андрей Сунко, съедобный бизнес. Сегодня мы начинаем новую рубрику, которая называется «Инфогнездо». Это будет отдельный плейлист, где коротенькие видео будут отвечать на бизнес-вопросы предпринимателей. И сегодня мы начинаем. Наша первая тема – это 5 навыков предпринимателя, которые нужно развивать в себе. Но прежде, чтобы начать, я хочу, чтобы каждый из вас задал себе вопрос внутри, вы являетесь предпринимателем или нет. Задайте вопрос, готовы ли вы рисковать и брать ответственность на себя, и готовы ли вы брать ответственность других людей на себя. Если же да, тогда следующие 5 навыков именно для вас. Не переключайтесь. Первый навык – навык самоорганизации. Нужно развивать свою дисциплину и умение использовать 24 часа в сутках максимально эффективно. Если вы научитесь организовывать сами себя, тогда и сможете организовывать других людей. Второй навык – это навык продаж. Развивайте в себе умение продавать все, что есть вокруг. Зачем он вам нужен? Он поможет вам продавать ваши бизнес-идеи инвестору, убеждая его вкладывать деньги именно в ваш проект и верить именно вам. Также этот навык поможет вам продавать больше ваших услуг либо товаров вашим клиентам. Третий навык – это навык системности. Системность – это привычка монотонно, беспрерывно продолжать итерации до момента достижения желаемого. Другими словами, повторяйте задуманные действия до тех пор, пока цель не будет достигнута. Четвертый навык – навык самообучения. В школе нас учат базе необходимых знаний. В университете нас учат уметь самостоятельно находить нужную нам информацию. Предприниматель же должен уметь разобраться в вопросе из любой сферы путем поиска и изучения необходимой информации для решения. Пятый навык, я считаю, самый важный – навык уметь держать слово. Научитесь при любых раскладах держать обещанное вами слово. Начиная от банальных бытовых вопросов и заканчивая глобальными целями. Это поможет автоматически всегда заканчивать начатые дела. Если хотите быть успешным предпринимателем, развивайте в себе эти пять навыков. Поставьте лайк, напишите в комментариях, если эта информация была вам полезна. До скорых выпусков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok